всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я вас очень рада видеть новым видео и сегодня я хотела бы начать с того чтобы ответить вам на вопрос про тортики пару видео назад я оговорилась сказала что я ухожу из кондитерки больше не пеку торты на заказ разве что для своих родных очень близких друзей и приятелей и мне было удивительно почему так многим эта тема интересна поэтому я решила не просто за кадром в качестве озвучки а вот так прям сесть с вами поболтать даже одна из моих подписчиц изъявила свое предположение в комментариях и она конечно частично тоже права ничего такого прям страшного какого-то глобального не произошло но просто я для себя приняла это решение я поняла что мне так будет комфортней я очень люблю кухню я очень люблю печь я безумно обожаю сладкое но да также я очень люблю что-то создавать своими руками и когда я например выпекаю торт его украшаю создаю это при том у меня это неплохо но даже хорошо получается то конечно мне очень приятно но знаете от каждого дела которым мы занимаемся обязательно должна быть обратная какая-то отдача и без этой отдачи к сожалению мы теряем ресурс мы выгораем мы теряем свою энергию на этом и вот наверное с тортами у меня произошло что-то подобное также на это на все конечно влияет и к примеру окружение то есть если вы занимаетесь каким-то делом и ваше окружение вас поддерживает то вы естественно как-то растете в этом деле начинаете продвигаться развиваться идете дальше особенно если вам это нравится в то же время очень многие из-за вот такой вот неподдержки в окружении могут оставить какое-то дело даже то дело которое нравится но однозначно это не единственный не единичный фактор который может на это повлиять потому что как я уже рассказывала что когда я завела канал на youtube меня тоже никто не поддерживал даже были так скажем и насмешки и противоречивые какие-то мнения и косые взгляды но это настолько мне нравилось настолько мне это было нужно я была в потребности этого что меня не остановило конечно то что меня не поддерживает окружение именно близкое окружение а те люди от которых я ждала этой поддержки но тогда скорее всего в канале есть что-то которое мне дают ресурс который меня наполняет и все равно это отдача есть я анализировала достаточно долго я не просто так в один момент вот так приняла решению что все я торта больше больше делать не буду нет но иногда подпитка бывает и какая-то отдача она бывает не с одной как бы страны если к примеру нет поддержки но это дело которое вам нравится и она вам будет приносить деньги то конечно вы будете получать вот эту вот материальную выгоду и это ваш ресурс это вас будет наполнять у вас будет энергия вдохновение для того чтобы двигаться дальше развиваться искать клиентов создавать шедевры но у меня с тортами получилось так что ни одна из сфер к сожалению не выстрелила это просто было мое дело которое мне никто не мешал заниматься но в то же время были такие вот моменты когда я постоянно должна была быть на кухне делает торт и я видела что я мешаю что нужно кухню освободить что кому-то это не нравится не устраивает также вечером вокруг меня постоянно бегал баня заходила даша ей тоже нужно было со мной поговорить чем-то поделиться а я была вся вот в этом деле и я просто начала понимать что у меня как-то взращивается вот это вот плохая мама мама который не уделяет внимание мама постоянно ругается кричит что отойдите там от меня не мешаете мне нужно сделать потому что действительно декор торта он требует усилий четкости спокойствия спокойной обстановке вокруг чтобы никто не ходил там не открывал холодильник не тягал какой-нибудь и бродик пока ты не создаешь сам тортик и почему я это делала именно вечером потому что как правило тортик отдается на следующий день и вот как раз на следующий день утром и а вот как раз декор выравнивание торта какие-то украшения они делаются как правило вечером вот поэтому мне приходилось дожидаться пока все разойдутся помыть сына а там не знаю почитать ему книжку поговорить с дочкой и когда все улягутся спать то в 11 часов полдвенадцатого я вставала делать торт на декор у меня уходило примерно полтора-два часа иногда и побольше там иногда поменьше но сам факт то я ложилась спать там глубоко за полночь и конечно меня это тоже не устраивало и те деньги которые мне возвращались в качестве отдачи они не являлись ресурсом это вот как раз тот момент еще один момент который тоже повлиял потому что как правильно мне написала одна из моих зрительниц что сейчас в нынешней ситуации и продукты подорожали и плюс ко всему я понимала что я постоянно вкладываю деньги в развитие то есть для того чтобы создавать какой-то новый интересный декор для того чтобы чему-то учиться я постоянно докупала какие-то маленькие курсы или к примеру там мастер-классы и я вроде как получаю деньги да то есть у меня есть заработок но в конечном итоге я этот заработок как таковой не вижу то есть он у меня просто вот сквозь пальцы проливается потому что половину денег стоимостью торта ты вкладываешь в закупку продуктов непосредственно и к примеру даже тот же бензин чтобы доехать до магазина забрать продукты и привезти домой а вторую половину ты потом спускаешь на что-то что тоже вкладывается в это же дело в твое развитие но как такового результата в общем за год моей деятельности так я и не увидела и я поняла что наверное пришло то время когда я готова оставить это конечно же сказывается и нынешняя ситуация в плане экономии у людей денег потому что я заметила что даже вот сейчас пока я вернее когда я уже перестала заниматься мне постоянно поступают все равно заказы и эти заказы как правило на какие-то маленькие бенто торты капкейки что-то вот такое вот маленькая что не приносит такой прибыли не приносит именно той ощутимости да когда ты сделал торт отдал и хотя бы хоть что-то ты получил есть еще и конкуренция очень много за последние там наверно пару лет очень много девочек ушли в кондитерский бизнес вот именно в кондитерку в домашнюю кондитерку потому что много курсов появилось много кондитеров перешли из разряда делают торт его учу как делать торты и поэтому много девчонок вот особенно которые находятся дома в декретных отпусках и так далее они ушли в кондитерку и конкуренция конечно есть город у нас небольшой я бы даже сказала маленький поэтому когда конкуренция в этот растет это абсолютно неплохо я всегда считала и считаю что конкуренция здоровая живая конкуренция это мотиватор это то что подогревает твою задницу не дает тебе сидеть на месте ослабляет тебя на то чтобы развиваться потому что без конкуренции просто ты оседаешь в болоте поэтому я завсегда за конкуренцию но именно вот в этом бизнесе в кондитерском это сложно потому что нужно постоянно быть на шаг впереди своего конкурента нужно постоянно быть чем-то другим отличным от всех конкурентов соответственно это вложение в твое развитие и соответственно как я уже говорил ранее по пункту это не возвращение тебе в качестве материальной выгоды и ресурса то есть ты отдаешь но не наполняешься изнутри но а сейчас давайте переходить к основной части видео начало получилось довольно длинное я сама не ожидала я думала там две-три минутки я вам все расскажу но вот получилось так как получилось но надеюсь вам со мной было интересно поболтать и те кто задавали этот вопрос вернее те кто интересовались почему так произошло я надеюсь что я вам раскрыла какие-то моменты и помогла вам в этом вопросе потому что я знаю что у меня есть те девочки которые задумывались о том чтобы пойти учиться на кондитерское искусство и быть кондитером но то есть это те вот подводные камни которые тоже можно рассмотреть при этом сейчас я вам вставлю тот кусочек который у меня был уборки в спальне а я здесь уже потихонечку начинаем готовиться к весне начинаю кое-что меняет сейчас уже я это сделала вы уже на фоне принципе видите некоторые изменения сейчас с вами уберемся потом позанимаемся еще домашними делами и в конце этого видео я вам хочу показать свои покупки свои даже больше не покупки а находки на вал berries в основном поэтому оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра сегодня у меня по плану уборка в спальне сейчас буду начинать со смены постельного белья как всегда включаю на телевизор любимых блогеров так убираться веселее интересней постельное белье я сразу буду отправлять в стирку вместе с сушкой потом просто сложу и уберу чтобы она уже не складировалась посмотрю насколько мне захочется его погладить иногда я сразу после того как достаю стиральной машинки немного проглаживаю и только потом убираю это кстати постельное белье языке и вот с ним как раз я часто именно так поступаю если постельное белье покупаю например на вал berries я беру уже проверенные фирмы то даже мне гладить не приходится я просто достаю складываю и убираю также сегодня хочу уже немножечко подготовиться к весне хочу поменять плакаты зимние снять повесить новые постеры более такие весенние и также буду убирать уже гирлянды потому что и на кровати я их уже не включаю и даже на окне вы знаете я вообще удивилась хотела оставить вот этот занавес с огонечками думала буду зажигать но на самом деле после того как убрала елку я ни разу их так и не включила ни занавес в зале не вот здесь спальне поэтому сегодня уже хочу полностью убрать всю зимнюю атрибутику вазочки у меня тоже стоят еще такие то ли еловые то ли пихтовые веточки искусственные их я тоже буду убирать и ставить туда достану сейчас цветы поставлю потому что уже прям хочется чего-то такого весеннего у нас хотя на улице сегодня выпал снег пушистый очень красивый я прямо шла утром когда отвела ваню и балдела от того как у нас на улице но погода все равно теплая и ощущение как будто скоро весна поэтому вот так вот и в душе весна и на улице и в общем захотелось немножечко в квартире тоже весны добавить и и и и и и меняю чехлы на декоративных подушках пока это еще не те весенние чехлы которые я хотела бы сделать сейчас кстати на алиэкспресс заходила на днях и посмотрела что очень много появилось вот таких же чехлов как у меня зимний материал у них по моему лен и они тоже с разными принтами весенними и к пасхе и по стоимости в принципе не очень дорого получаются там по моему рублей по 200 мне кстати понравилось именно их качество прослужит они долго зимние чехлы я решила не стирать потому что они в принципе у меня там не валялись нигде и не так долго они здесь находились решила даже больше не рисковать из-за того что могут вот эти красители как-то по-другому потом выглядеть или покраситься в общем больше наверное испугалась за это но естественно в следующем году уже буду их стирать сейчас вешаю новые постеры постеры кстати я тоже заказывала на алиэкспресс правда заказывала вместе с зимними но зимние мне с алиэкспресс не пришли а продавец там извинился вернули деньги почему-то что-то зимними произошло не так а вот эти вот весенние пришли и они мне очень понравились по качеству очень красивые и смотрятся дорого а вот эти зимние которые я убираю складываю это я уже покупала на валдберес когда с алиэкспресс не пришли не оставалось уже времени чтобы заказывать с алиэкспресс какие-то новые уже тут новый год впереди и поэтому я заказала на валдберес и вот те которые с валдберес они на обычной бумаги до хорошей качественной яркая печать но на бумаге а вот эти которые с алиэкспресс они как на холсте и мне они понравились гораздо больше потому что на них не так четко виден рисунок но он более натуральный и более дорогой и вот это вот даже знаете как акварельность рисунка она намного качественнее выглядит как мне кажется и в любом случае на них нет блеска то есть они как будто матовые даже если под рамой и там солнышко выходит то они смотрятся намного дороже чем на бумажной основе как качественная фотография а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Снимаю занавес и здесь, конечно, трудность в том, что приходится каждую ниточку отдельно скручивать, отдельно собирать, потому что нельзя просто снять. Тогда все эти нитки перепутаются, запутаются и потом очень сложно их распутать. И хорошо, что я изначально, когда распаковывала, после того, как получила этот занавес, не выкинула. Там были такие специальные веревочки с проволокой внутри, и вот только благодаря им мне удалось закрепить каждую вот эту вот нитку. На будущее решила, что что-нибудь подобное, если увижу в магазине, типа каких-то жгутиков или, может быть, каких-то вот тоже таких с проволокой штучек, то обязательно куплю, чтобы потом вот скручивать, не бояться потерять, потому что вот прям каждую эту проволочку я выискивала, если она там куда-то упала, она небольшого размера, потом выискивала, потому что по-другому не знала, как еще скрепить, зафиксировать вот эту нитку, чтобы она не распускалась. Сейчас протираю пыль, уже практически заканчиваю уборку и буду разбирать свой туалетный столик. Хочу там тоже организовать, все навести порядок. Мы не так давно переехали в нашу новую квартиру, сделали здесь ремонт, но все еще находимся в стадии обустройства, покупки чего-то, и вот даже по прошествии небольшого времени я поняла, что вот здесь в спальне мне не хватает какого-то шкафчика для того, чтобы хранить наши вещи. Сейчас они у меня хранятся в комоде, и это не совсем удобно ни для меня, ни для мужа. Нужно что-то докупать, также я организую хранение в других комнатах, интересуюсь всякими вопросами текстиля, красивой посуды, также мы сейчас докупаем еще освещение в нашу квартиру, и сейчас я безумно рада, что наконец я нашла такой магазин, где я могу найти абсолютно все от мебели до товаров для дома или даже каких-то мелочей для дома. Это магазин Хофф, они также имеют интернет-сайт, на котором можно сделать заказ. Когда я зашла впервые на сайт, я была приятно удивлена, потому что здесь огромный выбор товаров по категориям, также есть подробное описание и, что немаловажно, отзывы. Более 50 тысяч наименований, мебель и товары для дома, которые помогут не только обновить интерьер, но и создать удобную экосистему в квартире. Также в Хофф есть очень выгодная система лояльности Хофф Бонус. Бонусные рубли начисляются за любые покупки на сайте или в мобильном приложении. Этими бонусными рублями можно оплатить до 50% стоимостью нового заказа. Согласитесь, это очень приятно, когда можно еще и сэкономить. А также в Хофф присутствуют дополнительные услуги. Можно заказать замеры, сборку, доставку товаров и другие виды работы. Мне очень понравилось, что есть возможность вдохновиться, то есть можно просто посмотреть красивые какие-то изображения, картинки, фотографии. И из этого сделать вывод, либо найти какую-то интересную идею и воплотить ее уже непосредственно у себя. На сайте магазина Хофф можно заказать экспресс-дизайн от профессиональных дизайнеров и они сами вам подберут абсолютно все, что вам нужно по вашему бюджету или по вашим желаниям. И сейчас у Хофф действует очень интересное предложение. Вы получаете до 600 бонусов за первый заказ в приложении. Поэтому переходите по ссылочке в описании и приятного вам шопинга. А я тоже побежала в свою корзину оформлять заказ. Ну что, я перехожу к организации туалетного столика. Купила вот такие вот новые контейнеры. Сейчас с помощью них буду организовывать всю косметику и разные принадлежности. Это контейнеры вообще для холодильника. Покупала я их в фамилии, но я их сразу понимала, что приспособлю для туалетного столика, потому что они, во-первых, глубокие, во-вторых, и самое главное, они с прямыми краями, то есть с ровными. Нет какого-то расширения кверху или сужения книзу. И это позволяет поставить контейнеры близко к друг другу, чтобы не терять место. Потому что в туалетном столике у меня много всего и много всего туда нужно впихнуть, так скажем. Мне там нужно, во-первых, расположить украшения. Кстати, вот эти органайзеры для украшений мне тоже очень понравились. Я их сначала посмотрела на Валберес, заказала их на Валберес, но потом увидела, что они есть на Алиэкспресс и стоят они чуть ли там не в три раза дешевле. Вот эти два контейнера мне обошлись, по-моему, в 250 рублей, а на Валберес я точно такие же заказывала за 700. Поэтому на Валберес вернула, заказала с Алиэкспресс. Да, немного подождала, но ничего страшного. И они шикарные. Мне очень нравится, как здесь располагаются именно все мои украшения. Теперь я все вижу, все могу достать, под определенный наряд все подобрать. Ну и также, конечно, организация косметики. Мне нужно здесь расположить и небольшие запасы, и также косметику, которую, например, я использую для вечернего макияжа, или если мы куда-то идем, или если мне хочется чего-то такого более интересного сделать в макияже. Также мне нужно здесь расположить несколько тональных средств, потому что тоже на вечер иногда хочется более плотный, такой стойкий тональный крем. Для дневного макияжа использую BB крем или что-то более легкое. Также у меня здесь еще лежит сыворотка от Eveline, которой я пользуюсь каждый вечер. Также это сыворотка для укрепления, для роста ресниц. Мне она нравится, как работает. Помады, спонжики, кисти, в общем, много всего. Также заодно переберу всю косметику на сроки годности, и может быть что-то выкину то, что уже использовано, или почти использовано, подходит к концу. Ну и, конечно, я располагаю всю косметику, чтобы это было мне видно, чтобы было удобно, чтобы у меня ничего не терялось, потому что, к сожалению, главная проблема этого стола, у меня столик из Икеа, то, что вот этот ящик, он, во-первых, не очень глубокий, поэтому, например, мои палетки не становятся в определенном как бы ракурсе, просто не помещаются туда, и он не выдвигается полностью. То есть есть такое пространство, которое постоянно глухо закрыто. Туда, пока я тоже нашла, что убрать, но это неудобно. Ну вот, покажу вам, что у меня получилось. Самой главной, основной задачей мне было здесь расположить все украшения, потому что я хотела выделить под это место. Также у меня раньше здесь не было ватных палочек и дисков, то есть именно специального места, и спонжики у меня валялись вот где ни попадя. Сейчас мне пока нравится, как все получилось. Может быть, в процессе использования, в процессе жизни здесь что-то будет меняться, но, по крайней мере, очень хорошее, объемное место получилось у меня для украшений. Здесь у меня хранятся все украшения именно вот в таком вот серебристом оттенке. Золото у меня хранится в другом месте, потому что золотых у меня, честно говоря, не так много. А серебро мне вот прям нравится, вот такие серебряные украшения. Сейчас скоро лето, может быть, я потом это все немножечко распределю и золотые тоже сюда добавлю, то, что я буду носить именно летом. Там у меня хранится то, что не постоянно я использую. Кстати, вот эти вот, скорее всего, сережки такие новогодние, потому что вот эти вот все-таки можно одеть и в обычный день с каким-нибудь джемпером весной, а вот эти это чисто новогодние, поэтому я тоже их туда уберу. Там у меня хранятся запасы кистей. Я еще их буду дополнять обязательно на самое видное место. Всегда ставлю кремы с SPF защитой, потому что, во-первых, я сейчас пользуюсь кислотами, дальше будет весна-лето, и это прям вот мастхэв, который мы должны использовать. Здесь у меня еще один запас, вот такой вот стоит, но я посмотрю, что с ним сделать. Там тоже запасы тональных кремов и консилеров. Здесь все для глаз и бровей. Здесь все для губ. И здесь моя косметика, которой я пользуюсь каждый день сейчас. Сейчас у меня здесь именно те средства, которые я отобрала. Знаете, раньше я вела такой проект на своем бьюти-канале, назывался он Project Pen. Я отбирала косметику на месяц и старалась ее добить до дна, выкинуть, либо допользовать. Вот сейчас у меня примерно так же. Даже вот палетка, она мне очень нравится. Хорошая палетка, универсальная, подойдет и для ежедневного макияжа, и для выполнения какого-то более интересного макияжа. Но у меня уже вот такой вот прогресс. То есть три вот этих вот верхних рефила, они уже с такими хорошими дырками. Также центральный рефил я стараюсь использовать. Вот этот вот светленький и вот этот вот. Темный тоже, но темные, как правило, всегда остаются, и прям с ними приходится выбрасывать палетку. Ну, в общем, в любом случае, я вот ее стараюсь сейчас использовать прям по максимуму. Я сделала все свои дырки, дела, которые я планировала на сегодня. И сейчас решила показать вам немного своих покупок для дома. Купила здесь кое-что, спешу поделиться с вами, потому что это правда хорошие вещи, хорошие товары, которые вполне возможно могут просто пропасть из наличия, и их уже будет мне купить. Будет очень обидно. Давайте начнем с Валберес. Здесь основная часть, наверное, будет Валберес. Во-первых, я нашла. Это, можно сказать, даже не покупки, а я вам покажу свои находки. Я нашла вот такие вот потрясающие дозаторы для мыла на кухню. Я их хочу использовать именно так, но, в принципе, их можно использовать и для шампуня, для кондиционера, для мыла, для рук. В общем, для чего вы хотите. Там, кстати, представлено несколько вариантов и расцветки самого флакона, и вот этой вот крышечки самого дозатора. И некоторых уже, к сожалению, нет. Я хотела изначально купить белые, но их уже нет в наличии. Самое главное, почему я это взяла, потому что бутылка – это стекло. Очень редко такое бывает, потому что всегда, как правило, это пластик. Здесь стекло, которое можно помыть в посудомоечной машине, которое можно как-то вычистить каким-то средством, ничего не будет царапаться, ничего не будет там как-то гнить, размножаться всякие бактерии, микробы. И также очень хорошая, добротная вот эта вот помпа сделана. И еще один немаловажный момент – это то, что носик у нее опущен вниз. У меня сейчас стоит дозатор со средством для мытья посуды, и там вот этот носик, он прямой. И иногда бывает такое, если правильно не подставишь губку, что прям выплевывается чуть ли не на тебя. В общем, такие вот бутылочки мне понравились. У них, кстати, посмотрите, какой хороший, большой, рабочий объем. То есть, практически средства, если покупаешь, можно сюда перелить. Я взяла две. Сейчас вам покажу еще, что здесь лежит, и почему я взяла две. Смотрите, как здорово они смотрятся. Вот эти вот крышечки золотые, или как это, состаренное золото, как-то, может, по-другому называется. Но, в общем, выглядит очень дорого, очень прям так увесисто. Почему взяла две? Потому что у меня, кроме средства для мытья посуды, еще есть мыло, которым я мою овощи и фрукты. Вот такие вот две наклеечки. Одна наклейка – это для мытья посуды, и вторая, вернее, наоборот, мыло для мытья посуды, и мыло для рук. Но у меня будет не для рук, хотя и для рук его тоже можно использовать. В общем, вот такие вот две еще наклеечки в каждой бутылке. Также, уже к весне, я начинаю обновление, и купила вот таких вот три плейсмата. Вы знаете, я изначально хотела себе все-таки вот такие вот плейсматы купить H&M Home. Я их нашла на Авито, я их даже заказала себе. Но когда они ко мне пришли, во-первых, это две, по-моему, два плейсмата в упаковке. Стоят они 500-600. Там цены на Авито очень разные, можно наткнуться на абсолютно неадекватную цену. Поэтому, если будете что-то выбирать на Авито, сейчас, кстати, очень много на Авито представлено именно H&M Home, Zara Home, вот таких вот брендов, которые у нас уже не купить. И вот если будете там выбирать, то смотрите на цены, следите за ценами, потому что частенько бывает такое, что просто смотришь, и неимоверная какая-то цена. В общем, когда они ко мне пришли, я их посмотрела, повертела, потрогала, и поняла, что они ничем не отличаются от вот таких вот плейсматов, которые можно приобрести в обычном магазине. Вот эти мне очень понравились, потому что они качественные, хорошо выполненные, и по стоимости они были 69 рублей один, вот такой вот плейсмат. Я взяла себе три, потому что у меня просто больше не поместится на стол, и у меня всегда вот этот четвертый, он как-то валяется отдельно. Очень многие из вас обращали внимание, когда у меня на кухне, когда я готовлю, у меня на кухне появляются разные чаши, куда я складываю овощи, или фрукты для приготовления, или замешиваю тесто, или что-то, в общем, замешиваю. И многие из вас мне писали, где я брала такие чаши ту, либо иную. И очень много красивой посуды было у английского бренда Mason Cash, которые, к сожалению, сейчас не представлены у нас. А если есть где-то на Озоне, либо на Валберес, я смотрю, что это только остатки нового уже практически ничего не привозится, потому что этот бренд ушел от нас, так же, как и все остальные, многие, да, большинство. И даже в запрещенной сети был один магазинчик, который сотрудничал с этими брендами, которые привозили эти бренды, продавали. Я у них спросила, и, к сожалению, нет, невозможно их привезти ни по какой цене. В самый неподходящий момент мне позвонили. В общем, да, если вы такой же фанат посуды, как и я, то вы меня поймете, что я была очень расстроена, что я не успела купить именно чаши у Mason Cash. Я долго смотрела на них, собиралась силами, собиралась деньгами, мне безумно хотелось их купить, но, к сожалению, не успела. И сейчас я нашла, ну, практически замену этого бренда, но производство российское. То есть здесь уже мы не боимся, что это от нас куда-то уйдет. Качество тоже меня покорило. Я купила себе две чаши. Первая чаша вот такая вот. Бренд я, наверное, подпишу на экране. А нет, не надо. Вот он. Я что-то забыла. Да, бренд называется Tkano. И вот так вот выглядят эти чаши. Ну, послушайте, они ничем не отличаются от Mason Cash. Да, здесь немножечко другое оформление, но тоже очень красивые, глубокие. Кстати, камера сейчас передает намного светлее зеленый, чем есть на самом деле. Он более глубокий зеленый цвет. Тоже внутри вот такая вот керамика. Не супер белая, а именно кремовая даже. Ну да, кремовая, даже не молочная. Вот здесь есть вот такие вот как бы желобки. И это для того, чтобы когда вы моете чашу в посудомоечной машине, вот здесь вот не оставалась вода, а чтобы она через вот эти желобки стекала, и вот здесь вот не образовывался налет. После того, как вы помыли чашу, я это узнала совсем недавно, но да, вот такой вот лайфхак. И сейчас вам покажу вторую. А вторую взяла именно такую, как я хотела у Mason Cash. Она вот такой вот тоже молочного, такого кремового цвета. Немного, мне кажется, внутри она более темная, чем сверху. И она немного побольше по объему. Так, может быть, и не скажешь. Здесь вообще кажется, что они одинаковые чуть-чуть, да, вот это меньше. Но вот когда я смотрю по вместимости, когда смотрю на нее, то я понимаю, что здесь вот прям замесить можно даже на торт, мне кажется, на бисквит. Тесто, такая она большая. И я очень часто ищу какую-то большую посуду, когда, к примеру, я делаю салат, подготавливаю уже овощи, чищу, и чтобы все это лежало в одном месте. Я никогда не могу найти у себя вот такой вот большой посудины, поэтому приходится либо раскладывать в несколько, либо доставать какую-то большую кастрюлю. Здесь все очень удобно, красиво. В общем, я буду теперь кайфовать на своей кухне. Очень рада этим покупкам. Да, они тоже не там супер как-то бюджетно стоят. Стоят, конечно, тоже прилично. И для того, чтобы потратиться на эти две чаши, мне нужно было так собраться хорошенько силами. Но так как я была уже опытным, не покупателем того, что я хочу, то я решила, что, Марин, бери сейчас, иначе потом может, опять же, не быть. Также эти чаши представлены в разных вариантах. Есть и еще меньше, и еще есть один такой желтый горчичный, очень красивый цвет. Вот я думаю, что может быть маленькую какую-нибудь чашу, небольшую такую, литр на полтора, возьму именно в горчичном цвете. На этом я это видео буду заканчивать. Я вам очень благодарна за то, что вы были со мной, за то, что вы посмотрели это видео, досмотрели его до конца. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Все, на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всех обнимаю. Пока-пока.